Социальный хлеб в Мурманске один из самых популярных продуктов. Ежегодно предприятия области выпекают почти две тонны такого хлеба. Причем фиксированная цена никак не влияет на вкус и качество. Бюджетным его делают в правительственные субсидии. Чтобы оценить перспективы программы, наша съемочная группа побывала в одном из крупнейших хлебозаводов города. Прежде чем попасть на обеденный стол, хлеб совершает маленькое путешествие. От одного цеха, где замешивают тесто, до другого, когда еще теплую буханку помещают в упаковку. Но на всех этапах гудящего конвейера неизменно одно. Это знакомый еще с детства запах сдобы, который просто невозможно спутать с чем-то другим. За неповторимый вкус каждого отдельного вида хлеба спасибо стоит сказать Ирине Кирилловой, главному технологу одного из крупнейших хлебозаводов Мурманска. Именно она опробует и оценивает все то, что выпускает предприятие. Как оказалось, в царстве ГОСТов и стандартов тоже есть место для творчества. Конечно, творческий процесс у нас присутствует. Сегодня, где-то через час, мы уже наметили пробную выпечку продукции, фруктового хлеба, которое мы уже сегодня будем делать. Прежде чем сделать какое-то новое изделие, мы совещаемся, думаем, как должно выглядеть изделие, какой иметь вкус, форму, массу. А вот внести изменения в рецепт обычного батона или буханки уже невозможно. Эти продукты выпускаются по стандарту на протяжении многих лет. Так что социальный хлеб, который мы видим на полках магазина, это тот же дарницкий или нарезной. Отличие только в цене. 18 и 21 рубль соответственно. Цена фиксированная, причем упаковка заказывается уже с ценой, чтобы никаких на этот счет спекуляций, обманов не было со стороны торговых сетей. Мы не делим, ну скажем, на производство социальные и так далее, просто упаковываем в разную упаковку. Вот и все. Вот вся разница. Качество всегда высокое. Фиксированная низкая цена возможна благодаря правительственным субсидиям, которые покрывают издержки. Остаются деньги и на модернизацию. Например, на старейшем в городе предприятии «Хлебопек» благодаря социальному хлебу удалось заменить большую часть оборудования. А главное – уйти от мазутозависимости. Сейчас завод работает на дизельном топливе. Производится модернизация. Не только хлебопечения ушли от мазутозависимости, поставили новую котельную. Все это на снижение себестоимости. Конечный результат, чтобы снижать себестоимость и на остальные виды хлеба, которые производятся. В прошлом году в области выпекли почти 2000 тонн социального хлеба. Программа будет действовать и в 2014-м. Производители получат поддержку в размере 12 миллионов рублей. Так что главный продукт на столе каждой семьи по-прежнему будет продаваться по умеренным ценам. Продолжение следует...